Всем привет, ребята! Сегодня я расскажу вам про самых редких животных в мире. Интересно? Тогда поехали! Гигантский изопод. Гигантского изопода можно считать мокрицей, только очень большой. Жутко он выглядит, но на самом деле он совершенно безобиден. К тому же, эта огроменная мокрица живет на клубе Ководье. Трубкозуб. Трубкозуб похож на грызуна и свинью. А мало того, это хищник. Своим языком он может слизывать насекомых. Например, термиты и муравьев. За дяунь они средают 300 килограмм этих насекомых. Солидно! Паукохвостая гадюка. Паукохвостая гадюка может приманивать птиц. У нее на кончике хвоста есть такая вот игрушка, похожая на паука. Птицы думают, что ей накрыли банкет и она летит вниз. А на самом деле гадюка хватает птицу и глупая птица становится жертвой этого умного хищника. Скорпионовая муха. Вы думаете, что этим жалом муха жалит? Как бы не так. У скорпионовой мухи это, считай, яйцеклад, который помогает ей спариваться. Но еще скорпионовая муха выглядит не очень уж привлекательно. Если вы будете есть шашлык, то представьте, что будет, если вы обнаружите ее у себя на руке. Калибри. Калибри это очень маленькая птичка. Например, калибри пчелка может весить до трех граммов. Ну и маленькая же она. Но, кстати, дождь может стать для калибри настоящей бомбардировкой. Очень страшно для калибри. Ну а еще ее может съесть, например, богомол. Морской звездочет. Морской звездочет очень сильно похож на бычка. Но как будь он не так похож на бычка, он опасен. На ее спине находятся ядовитые шипы. Но при охоте она их почему-то не использует. Она использует свою челюсть. Интересно, почему она их не использует? Это же может стать для рыбы фатальным. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Это была Обратная География. Всем пока-пока.